Иногда выходишь раз в три месяца. Иногда, да, но в основном нет. На работе-то у меня все в порядке, а дома... Я это и представляю, да. Нужен современный ноутбук, где все есть сразу. Но теперь это будет проблематично. Как-то все руки не дошли до этого. А когда дойдут, он будет стоить вот столько. Да ничего, как-нибудь перебьемся. Я рад лично приезжать. Поэтому, так сказать, это, может быть, было бы еще лучше. У меня вот вопрос... Я думаю, что в этом семестре у нас последний такой. Вот еще одно заседание будет заучное. А потом уже... А, нет, два заседания будут заучным. Одна дама из Перу, Чили, Эквадора, я не помню. А потом будет Юрий Анатольевич проведет мастер-класс заочно или онлайн из Саратова. Понятно. А потом мы, пожалуй, завершим с этой... Ну, до следующего года. Эфирной связью, да. Слушать-то не выступать. Это с этим все нормально. Это, правда, я самому докладываю. У меня вот в связи с этим вопрос... Мы здесь все пользуемся зумом. Я точно не знаю, как подключать презентацию. У-у-у, опасно. Шарить десктоп. Ты знаешь, как зум включается? Зум? Так нет, я могу сюда подключить. Как презентация подключается к зуму? Как к зуму, да. А как к тимсу я не вижу. А как к тимсу, тогда это Дмитрий Сергеевич лучше расскажет. Там есть где-то... За шарьки десктоп. Кнопочка такая со стрелочкой. Поделиться или шер вверху, справа. Нажмете, и самое левое, весь экран. Так, здесь вот у меня справа, здесь вниз. Она в середине, вот там, вот около микрофона. А, вижу. Значит, я ее нажимаю. Нажал. Так, замечательно. И там появилась весь экран. За шарик. А, ну, прекрасно. Все, я тогда щелкаю. Да, давайте, да. Замечательно. И мы тогда начинаем. Сегодня наш замечательный друг Александр Николаевич Цырулев расскажет... Я прошу прощения. Я прошу прощения, но у меня... Я не вижу на экране. Не вижу на экране. А пока еще не подключилась. Мне уже свою презентацию. Нет, пока еще не подключилась. Да, это... Сейчас. Вы через клиенты или через веб-броузер делаете? Я не очень понимаю разницу. А если не ругаться матом, то как? Я просто щелкнул по ссылке в своей почте, и все. Затем включил Teams, который скачал еще в прошлом году. Но это второй раз я ее включаю. Давайте, да, отключитесь и еще раз. Не подхватилось что-то. Не подхватилось. Отключиться, просто выйти. Нет, там крестик. Там, где была стрелочка, крестик. Так, у меня черный экран и больше ничего. Ну вот эта вот панелька, на панельке на этой. Которая была ширить или отделиться? Да, да. И еще раз щелкнуть. Так, restart the program. Я заново включаю. Ну, давайте, да. Хорошо. Я сейчас свое изображение отключу. На минутку отлучусь к своей теще. Дмитрий Сергеевич, ты пока покомандуешь. Хорошо? Да, да, да. Спасибо. Там панелька, вот где была стрелочка вверх. На этой панельке крестик на этом месте появился. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь вот есть еще три точки... Теперь все, стрелка стала активной. Так, правая кнопка щелкаю по презентации, правильно я говорю? Нет, стрелка и зашарить десктоп, там картинка... Самая левая внизу появляется картинка. Вижу, вижу. Рабочий стол, да. Десктоп щелкаю. Вот все, теперь открывайте презентацию. Так. Так. Вот. На весь экран давайте ее... Так. Как это сделать? А никак. У меня, кстати говоря, и... Кстати говоря, почему-то... Вот сам экран у меня в правом углу или так и должно быть? Так. Ну, это если... Вот так. Ну, вот давайте так вот... Хорошо. А вот... А вот... Наверху букву Т нажать, наверное, что... Как-то, чтобы это... Уместилось все. Все уместилось в это. А... Control L не срабатывает, да? Так, Control L не срабатывает. К сожалению, не срабатывает. Сейчас попробую еще раз. Control L. Нет. Странно. Ну, если меня видно и слышно, или меня не видно и не слышно? То есть, не видно. Не видно и слышно. То есть, презентация видна. Вот презентация начала как-то перепрыгивать. То Desktop... Вот, сейчас... Сейчас видно. Там есть... Есть тут... В... Так... Оп, исчезла. Вот она, да. Так... Так... На весь десктоп я тоже не вижу тут... Foxy Trader. Там... Файл Home... Вот на экране у меня есть, но у меня она в этом самом... Foxy Trader. Ну, да, да. Он... Я не знаю, как он, наверное, весь десктоп. Он открывается или нет. Не знаю. Ну, давайте так вот. Можно в правом нижнем углу чуть поменьше сделать, чтобы хотя бы страничка презентации умещалась на весь экран, чтобы видели все. Вот внизу у вас движок. А, вот это. Здесь 98 процентов. Видите? Да, да. Поменьше сделать. Чуть поменьше. Минус. Минус. Сейчас одну секунду. Вот все нормально. Вот так вот. Так вымещается. Хорошо. Уважаемые коллеги, разрешите начать ли они там тоже? Да, конечно. Конечно, Александр. Дмитрий Сергеевич, да, приветствую тоже сердечно. Уважаемые коллеги, тема сегодня... Я понимаю, что тема, которую я предлагаю вам к вашему прослушиванию, она не очень обычная, потому что до сих пор квантовые вычисления, по большому счету, это вещь в себе, если говорить честно. Ну, с точки зрения физики, все меньше сомневающихся, что когда-нибудь это все будет очень хорошо реализовано. Но пока это, конечно, в основном математика. Поэтому математика это, как на удивление, просто необозрима. Поэтому я выбрал очень частный вопрос, касающийся применения базиса Паули. Вот ко всем этим вопросам, которые связаны с квантовыми вычислениями. Я не буду заниматься конкретными какими-то приложениями. Просто расскажу о самом базисе Паули. Это, во-первых, с одной стороны, для кого-то будет просто воспоминанием об алгебре. Почему? Потому что, когда этим не занимаешься постоянно, то все уходит. Кстати говоря, вот такая удивительная вещь. Та система, которую рассматривают в квантовых вычислениях, это система конечного числа кубитов. Она ведь описывается математически конечномерным, это важно, конечномерным гильбертовым пространством. То есть мы даже в анализ выходим только тогда, когда нам надо какую-нибудь экспоненту от матрицы посчитать. С помощью метода Троптера или другого какого-либо. А так все это математика, которую изучают на младших курсах студенты. Самое удивительное, что с точки зрения результатов, она была закончена, ну, с поправкой такой, соответствующей, скажем так, в 30-е годы прошлого века. То есть почти сто лет назад. Но, тем не менее, вот интерпретация, которая была предана этой теории в квантовой механике, конечномерной. Про бесконечномерную я не говорю, там еще много вопросов. Именно конечномерной теории. На удивление, эта интерпретация, которая предана была, породила огромное количество задачи, огромное количество вычислительных проблем, на которые раньше просто не обращали внимания. Ну, я начну с самых-самых основных определений. Постараюсь не занимать еще много времени у слушателей. И, кстати говоря, я не буду против, если мне будут задаваться вопросы сразу. То есть никаких вопросов нет. Я готов отвечать. Ну, вот, с основных определений и обозначений имеет смысл начать. Значит, однокубитная система, она математически ассоциируется с двумерным Гильбертовым пространством. Ну, они, конечно, говорить с каким-нибудь смыслом они все и замошны. Ну, и кроме того, там имеется еще пространство линейных операторов, которые есть в тензорных произведениях самого Гильбертового пространства и дуального, то есть орнитого сопряженного к нему. В свою очередь, н-кубитная система ассоциируется с тензорным произведением однокубитных пространств Гильбертовых и, соответственно, точно так же пространство операторов – это тензорные произведения этих тензорных пространств. Операторы удобно считать действующими просто посредством свертки на другие операторы или на векторы из Гильбертового пространства – это не важно. Ну, если говорить о размерности, размерность, конечно, экспоненциально растет с ростом числа кубитов. То есть уже для 10 кубитов размерность самого пространства будет составлять 1024, ну, а пространство операторов больше миллиона, соответственно. Да, еще имеет смысл сказать, что в пространстве операторов, которое мы будем, собственно говоря, эксплуатировать, задается стандартное скалярное произведение. Оно называется скалярным произведением Гильберта Шмидта, хотя на самом деле это обычное евклидовое произведение. Потому что если перейти к матрицам, когда мы след вычисляем, мы все равно к матрицам переходим, ну, или к собственным значениям, неважно, то нетрудно увидеть, что произведение матрица А, эрмитово сопряженной на матрицу В, диагональные элементы даст такие. Это будут, это то же самое, если матрицу записать, скажем, построчно, первую строку, затем дальше в строку, вторую строку и так далее, а ниже расположить точно так же матрицу В, то это скалярное произведение просто равно сумме произведений соответствующих вот этих вот элементов в этих строках. То есть это обычное, на самом деле, гранитовое произведение. Фактически вот первые два пункта, они дают нам не что иное, как первый постулат квантовой механики, касающийся состояния. Это сейчас на следующем слайде будет. Но прежде я вот еще одно обозначение введу. Это обозначение положительно определенных операторов. Хочу сразу оговориться, что это эрмитовые операторы, то есть это подпространство в вещественном пространстве эрмитовых операторов, но при умножении на минимумую единицу оператор превращается в антиэрмитов, поэтому это пространство вещественное. Так вот, положительно определенные это те, у которых все собственные значения не отрицать. Это распространенная сейчас краткая терминология, потому что говорить положительно определенный, положительно полуопределенный слишком длинно. Говорят, просто положительный оператор. А если хотят сказать, что все собственные значения положительны, то строго положительны. Таким образом, мы приходим к следующему определению. Следующий постулат, я на них акцентировать внимание не буду, просто скажу, что в общем контексте у нас для системы из инкубитов состояние дается операторам плотности. То есть, попросту говоря, это положительный оператор, такой, что его свет равен единице. Ну, кроме того, конечно, мы имеем дело с унитарными группами, унитарной группой, специальной унитарной группой, которые удовлетворяют, операторы которых удовлетворяют указанным условиям, то есть, композиция унитарного оператора с армитово-собряженным дает нам тождественный оператор. Но она специально еще требуется, чтобы детерминант был бы равен единице. Потому что, вообще говоря, детерминант у унитарного оператора это комплексное число по модулю равной единице. А тут требуется точная единица. Ну, наблюдаемая, как обычно, это эрмитов оператор. Ну, и кроме того, если система замкнута, то эволюция состояния дается уравнением фон Неймана. Это то же самое, что уравнение Шлюденгера. В том случае, если мы говорим о чистых состояниях. Я вот здесь как-то упустил этот момент в презентации, потому что делал ее раньше для другого случая. Значит, чистое состояние это то, которое может быть сведено к тензорному произведению Бравиэктора на соответствующий Кетвектор. Ну, отсюда значит, что квадрат этого оператора, квадрат этой композиции с собой дает тот же самый оператор. Но вообще говоря, это уравнение, оно обобщается на смешанное состояние. То есть на тот случай, когда мы приготовляем систему в некотором смешанном состоянии. И заранее не можем быть уверены, какое именно точно состояние она принимает до данного момента. То есть только с некоторой вероятностью. Ну, в этом случае, не менее, умение все равно у нас работает. Теперь я перейду к базисам, собственно говоря, к предмету моего доклада. В однокубитном Гельбертовом пространстве базисные векторы обозначаются, это Кетвекторы, как 0 и 1, но обозначение Дирака в дуальном угловые скобки в другую сторону направлены. Ну и 4, как и положено, 4 оператора, которые, собственно говоря, принимают вот такой вид. Это операторы из L-Ап-Эйдж, пространства операторов. Я хочу обратить внимание, что базис этот всем хорош. Его часто называют вычислительным, хотя это и неверно, потому что вычислительный любой базис. Ну, стандартный, но тут нужно иметь в виду, что вот эти все операторы, они не Эрмитовы. Вот хотелось бы, чтобы операторы были Эрмитовы. Известно на два таких базиса. Один из них – это обобщенный базис Геллмана, а второй – это базис Паули. Причем, мне кажется, что вот с вычислительной точки зрения базис Паули лучше, потому что с ним легче работать. Ну, фактически он состоит из вот операторов. С матрицами, когда мы имеем дело с большим числом кубитов, работать невозможно, потому что уже при n равно 4 мы получаем матрицы 16 на 16. Это многовато. надо заметить, что операторы Паули относительно введенного скалярного произведения ортонормированы, то есть образуют ортонормированный базис. Выражаются они через стандартный базис вот по этим формулам. Обратные выражения, ну, фактически очевидны. Тут, так сказать, никаких проблем нет. Теперь, если брать стандартный базис для Гильбертова пространства, который описывает он кубитов, то вот тут такая, такие стандартные обозначения, но если дела с этими обозначениями вы не имели, то они, как я заметил в разговорах, частых на эти темы, они не такие уж стандартные. Итак, базис, он состоит из базисных, из произведений однокубитных базисных векторов, то есть К1, К2, КН, они принимают значение 0 и 1. Обозначается такое танзорное произведение символом кет-вектора, там вот эта бинарная строка К1, К2, КН. Ну, конечно, это не очень удобное обозначение во многих случаях, поэтому просто заменяется оно десятичным числом. Бинарное число переводится в десятичное. что касается самого стандартного базиса, ну, он состоит из два степени элементов, соответствующих базис в пространстве операторов, а это значит, что и в группе унитарных операторов, и в множестве состояний мы тоже имеем тот же самый базис. То есть мы можем любой элемент, наблюдаемый, унитарный оператор, оператор плотности, разложить по этому базису. В чем преимущество этого базиса? Ну, здесь пока особо, как говорится, ну, вот в простоте записи, пожалуй, только и все, только и всего. Я бы хотел, да, сказать здесь, я не заметил, значит, множество операторов плотности под пространство не образует, оно образует выпуклое множество, как-то я не акцентирую на этом внимание, хотя это важно. теперь имеет смысл перейти по базису Паули в пространстве операторов в L-HT-HN. Ну, тут тоже своеобразное своеобразное обозначение, они уже не такие стандартные, ну, вот, я считаю, что удобно пользоваться именно такими. то есть тензорное произведение однокубитных операторов записывается вот в таком виде, это в виде оператора сигма и там строка. Но строка теперь не бинарная, а теперь это строка из арифметики по модулю 4. То есть фактически из кольца F4. Вот. И другое обозначение также сигма вот К большое. К большое это десятичное представление вот этой вот строки по основанию 4. Так удобно обозначать оператора базиса Паули. Ну, это часто встречается. Базис Паули состоит из 4 степени n элементов как положено. Но главное его да, и он автонормированный также. То есть поскольку я напомню, что след тензорного произведения равен произведению следов со множителей, то в результате мы получаем из самого определения я вот сюда перейду из самого определения скалярного произведения мы получаем, что нам надо взять тензорное произведение однокубитных элементов. Однокубитных элементов. Тем самым мы получаем ортонормированность этого базиса, потому что все следы однокубитных элементов они равны или нулю или единице. то есть когда вот эти буквы К и Л строки К и Л совпадают, то все нормально, потому что нулей в произведении не будет. В чем преимущество этого базиса очевидное? Оно заключается в том, что все базисные элементы Эрмита В. Иначе говоря, когда мы говорим о пространстве состояния, то у нас разложение будет иметь по этому базису только вещественные коэффициенты. Это основное преимущество, которое позволяет эффективно использовать этот базис. Некоторые свойства базиса Паули вот они здесь отражены. Для однокубитных операторов мы имеем следующее соотношение след любого из операторов равен нулю. Квадрат в смысле композиции любого из операторов есть тождественный оператор сигма нуля единичный оператор в двумерном гильбертовом пространстве. А кроме того, стандартные соотношения Паули, которые полезны будут в будущем. То есть важно то, что композиция двух операторов Паули однокубитных дает другой однокубитный оператор Паули. Плюс ко всему прочему антикоммутатор такой композиции равен нулю. Ну вот, собственно говоря, если перейти теперь к конкубитным операторам Паули, то удобно обозначить вот жирным нулем единицу, единичный оператор, тождественный оператор. И тогда мы немедленно получаем, что след этого оператора равен 2 в степени n. Ну, понятное дело, потому что след каждого из сигма 0 будет равен 2 здесь выше сигма к 0 имеется ввиду, к надлежит 1,2,3 если к равному лю, то это не имеет места. След этого оператора единичного конечно равен 2 в однокубитном случае, следовательно произведение n таких следов даст нам 2 в степени верно. Ну, если это не рождественный оператор Павли, то его след очевидно равен нулю, потому что там непременно будет умножение на 0. Кроме того, квадрат любого из операторов Павли дает нам единицу, единичный оператор. Так, это лишнее. Ну, так сказать, просто попал по-видимому сюда из предыдущего слайда. Еще одно свойство, что 4 в степени n плюс 1 от операторов Павли, они вот даются элементами базиса Павли, умноженными на плюс 1, минус 1, плюсы или минусы. Они определяют так называемую группу Павли. Относительно операции в группе это композиция операторов. Это композиция операторов. Вот эти свойства группы Павли, они большую роль играют в использовании базиса Павли. В частности, они используются в рассуждениях с группой Клиффорда, а группа Клиффорда, я ее не рассматриваю здесь, потому что это отдельная большая тема. Группа Клиффорда это нормализатор группы Павли, то есть, иначе говоря, она состоит из тех операторов, для которых преобразование подобия, ну, то есть, оператор Эрмитова сопряженная умножить на элемент группы Павли, и, опять же, умножить, взять композицию с самим оператором, даст нам опять элементы с группой Павли, то есть, это операторы, которые группу Павли переводят в себя. так что, вот, в частности, потому что группа Клиффорда используется во многих алгоритмах, потому что она позволяет исправлять ошибки там, ну, и так далее. Ну, вот, во-первых, чтобы говорить о группе Павли, удобно ввести вот на этом множестве, 0, 1, 2, 3, множестве индексов у однокубитных операторов Павли, операцию умножения. Это операция умножения, на самом деле, это операция в четыре группе Клейн четвертого порядка, то есть все эти элементы, они могут относительно вот операции звездочка, они образуют группу Клейн. Нужно заметить, что это коммутативная группа, вот, КММ, это любая перестановка 1, 2, 3, так что этим соотношением операция полностью определена. Тогда операция, то есть композиция элементов в группе Павли определена вот этим соотношением. Что мы имеем? Композиция двух базисных элементов Павли дает третий элемент Павли. Проблема только в том, чтобы вычислить строку М большое и вычислить коэффициент, который может быть единицей, минус единицей, плюс мнимой единицей или минус мнимой единицей. это не такое простое дело, но, в общем-то говоря, и несложное. Таким образом, вот, если мы вот эти три строки, три числа фактически по основанию четыре имеем, то в этом случае у нас строка М вычисляется следующим образом. Первый элемент М1 вычисляется как произведение группе Клэйна К1 на Л1 последний К1 на ЛН ну и так далее. Что касается функций. Функция вычисляется немножко сложнее. Функция, которая двум упорядоченным обратите внимание строкам то есть произведение группы Паули некомутативно. двум упорядоченным строкам сопоставляет вот это самое число из четверки чисел которых коэффициент в Паули группы содержится то число это вычисляется опять же с помощью произведений К1 L1 КН ЛН где вот К1 L1 это вот такие вот это не произведения это такие маркеры которые определены ниже вот в этой строчке. то есть если хотя бы один элемент равен нулю хотя бы один элемент равен нулю или они одинаковы то мы получаем единицу а если они различны то мы получаем или мнимую единицу или мнимую единицу со знаком минус потому что вот эта функция с малой она для элементов КН равно L она антисимметрична КН у нас 1 2 3 так что в этом отношении тут все нормально значит вот если мы так вычисляем то мы получаем вот такую вот полностью мы определяем группу нам еще понадобится Александр Николаевич извини вопрос можно конечно да пожалуйста вот вернуться к предыдущему слайду в таком случае никак не появится минус единица минус единица не появляется она она не появляется в этом произведении то есть минус единица только если мы на третий элемент еще умножим и у нас окажется что здесь вот это произведение хорошо я понял а если три и дальше то там уже ассоциативность или нет это отдельная история которую сегодня рассматривать ни в коем случае нет ассоциативность есть конечно это условие группы обязательно то есть я хочу сказать что минус вот когда может появиться да понял спасибо все понял то есть в том случае когда у нас сигма уже имеет там множитель вот этот здесь и вот здесь они имеют например два множителя мнимую единицу тогда в результате здесь минус появится может появиться или что-то еще а так нет оно не появляется ну вот для алгоритма который дальше будет рассмотрен здесь вот еще такая вещь получена она она тоже программно реализована она достаточно простая вот мы вводим вот эти W плюс минус это число пар вида 1 2 2 3 3 1 ну как бы упорядоченных соответствующим образом которые вот здесь появляются вот они которые дают просто мимую единицу и число пар которые дают минус мимую единицу это 2 1 3 2 1 3 причем под парами понимаются номера операторов Паули находящихся в строках К и Л на одной и той же позиции ну и наконец W К и Л это вот такая вещь тогда доказано что вот эти функции они могут быть выражены следующим образом обратите внимание что функция С К Л она или симметрична или антисимметрична и когда будет строиться алгоритм который переводит обычный базис в базис Паули разложение в обычном базисе в базис Паули то эти соотношения они очень важны вот ниже дана таблица фактически они используются в алгоритме этой таблице значит во первых это сам W по модулю 4 К Л вот они и W это минус К Л по модулю 2 так вот в зависимости от их возможных комбинаций а вот все возможные комбинации все 8 которые возможны они здесь выписаны мы получаем вот эти функции вот в таком виде ну то есть фактически можно сказать что эта таблица умножения в группе Паули определяет в определенном смысле определяет потому что надо еще число пар сосчитать это алгогеритмически эта задача не служит следующий слайд он показывает я бы сказал приятные особенности базиса Паули ну и полезные конечно во-первых единичный оператор сигма ноль в стандартном базисе это вот такая вот немножко длинная сумма это понятно то есть при вычислениях это на самом деле зачастую играет роль ну я сразу говорю что в некоторых случаях удобнее пользоваться стандартным базисом просто базис Паули незаменим вот для некоторых задач значит это первая такая приятная черта а вторая вот в чем заключается если ну это стандартный факт что если операторы А и Б антиермитовы то тогда их коммутатор тоже антиермитов ну в таком случае можно доказать что вот эти антиермитовые операторы которые вот здесь вот все 4 в степени этих операторов они образуют алгеба Пули относительно стандартного коммутатора оператора это алгебра ли вот этой группы я ошибочку маленькую здесь допустил здесь вот не ноль а единичка если у вас видно то что я отмечаю Леонид Антонович видно что я отмечаю курсору видно видно спасибо значит здесь должна быть единичка размерность этой группы n квадрат n квадрат минус единица n большой квадрат n большой квадрат 4 в степени n вот они образуют вот эти операторы алгебру ли ну когда это удобно это удобно вот когда потому что когда вы начинаете вычислять матричную экспоненту ну вот например вот такого вида я бы вот здесь вот я запишу вот здесь где любой в принципе говоря оператор то есть много методов для ее вычисления но в любом случае очень важно то что любой унитарный оператор в этой группе он лежит на левый инвариантный кривой проходящий проходящий через единицу группы то есть это вот такая вот однопараметрическая подгруппа проходящая на кривой левый инвариантного поля которая проходит через единицу группы это однопараметрическая подгруппа и в этом смысле как только это так то мы в принципе говоря этот оператор мы можем разложить по базису Пауля и вычислять его теми методами, которые это используют. С обычным стандартным базисом это, конечно, невозможно. То есть если у нас оператор в стандартном базисе, большинство методов вычисления матричных экспонентов просто не работает. Значит, вот это вот вторая такая приятная особенность. И третья заключается в том, что если мы подробно понимаем Эрмитов-оператор, то в разложении, вот в этом, как я уже говорил, в разложении 1, все коэффициенты вещественны. Это, по-моему, играет роль в вычислениях. Кроме всего прочего, след этого оператора, как только мы представили его в виде разложения по базису Пауля, он оказывается равным просто коэффициенту при σ0. Причем, если ρ это состояние, то есть оператор плотности положительно определенный, со следом равным единице, ну тогда, с необходимостью, этот коэффициент А0, он единице равен. И, кроме того, второе неравенство надо доказать. Все коэффициенты не превышают единицу, а сумма квадратов этих коэффициентов не превышает 2. Ну, последнее очевидно. Ну, собственно говоря, вот это второе неравенство в этой строке можно доказать, используя вот четвертую приятную особенность, а именно то, что если мы с вами берем тождественный оператор и любой базисный элемент, то мы получаем проекционный оператор. Ну, для стандартного базиса это, очевидно, не так. Это так только для n из них, а именно это когда в базисном операторе стандартного базиса брай и кет-векторы совпадают. То есть только для n это. А здесь вообще для любого. Это тоже, как оказывается, вот при вычислениях такая стандартная ситуация. Я сразу говорю, что я не сказал бы, что все это было неизвестно до того, как я все это говорил. Все было известно. Другое дело, что, как ни странно, вот в литературе я какого-то такого более или менее внятного описания базиса Павли как такового не нашел. Только отдельные кусочки. Это вот такая более-менее собранная вещь. Ну, вот это неравенство. Александр Николаевич, можно одно слово скажу? Пожалуйста, сколько хотите. Ленит Антон, чьи вопросы тоже, да? Нет, это слово по поводу как раз библиографии. Когда-то лет 10-20 назад один товарищ из ОИА, Виктор Робук, Робук Виктор Николаевич, рассказал мне забавную историю. Он получил формулку, опубликовал ее. Я задавал вопрос, ну а кому полезна эта формула, которую ты получил? Он говорит, ну не знаю, вот так получилось. Я убежден, что человечеству это пригодится. Он в двумерном пространстве раскладывал экспонент по матрицам Павли в линейную комбинацию. Вот как раз очень частный случай того, о чем ты здесь рассказываешь. Да, 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 да. Да, кстати говоря, да. То есть в общем случае это намного сложнее, когда у вас... Конечно, конечно. У него там вычисление просто перебором получилось и все. Ну да, да, да. Все, спасибо. Ага, спасибо за замечание. Да, вот, кстати говоря. Нет, я просто хотел сказать, что это да. Ну вот это вот соотношение, меньше или равно единица, я в литературе вообще не видел. Значит, как оно доказывается? Значит, с помощью как раз вот последнего приятного свойства. В том, что вот это реминитовый оператор и проектор. Вот сигма ноль плюс сигма. Где сигма к, любой из... Так сказать, ну опять же тут единица нужна. Вот здесь единичка, потому что для нуля большого смысла это не имеет. Вот. Так вот, два предложения такие. Эти предложения вот как звучат. Вот первое предложение, если... Ро это состояние, вот в этой формуле. Ну вот, собственно говоря, это значит, что его след равен единице. И он положительно определен. То в этом случае имеет место вот это неравенство для коэффициентов. Оно важное. Как раз вот при вычислениях в том числе и матрицы, и функции от операторов и многого другого. Это важное неравенство. Доказывается оно следующим образом. Значит, во-первых, показывается, что вот это положительно определенный оператор. Это легко сделать, потому что он представляется в виде композиции эрмитово-сопряженного вот этого оператора и его самого. Эрмитово-сопряженный, он точно такой же, потому что он не меняется, если мы применим эрмитово-сопряжение. Это значит, что он представлен в виде композиции эрмитово-оператора на эрмитово-сопряженный оператор. Как известно, такой оператор всегда положительно определен. Дальше мы находим след. След вот этого оператора с оператором Рови показывает, что в силу того, что среднее значение этого проекционного оператора не превышает единицу при измерениях. То есть мы берем след, я забыл сказать, что еще один постулат, что среднее значение наблюдаемой при измерении это след композиции этой наблюдаемой с оператором плотности, то есть с оператором состояния, в котором система находится. В этом состоянии наблюдаемая будет иметь вот такое среднее значение. Я не знаю, воспринимается это на слух или нет, то есть с композиции наблюдаемой и оператором плотности. Да-да-да, это постулатборно, он известен. Да-да-да, берется след от него и, в общем, как говорится, мы получаем среднее значение. Среднее значение, если мы рассматриваем проекционный оператор как наблюдаемый, среднее значение никогда не превышает единицу, потому что его собственные значения равны или единице, или нулю. Собственно говоря, это вот такое, или минус единица, да. Ну, собственно говоря, тем самым мы получаем с вами такую картину, что среднее значение вот этого оператора, оно единицы не превышает. И отсюда, проводя вычисления, находим, что а находится в пределах от минус единицы до плюс единицы. Вот это первое предложение. Второе предложение, оно вот, что нам дает. Предположим, что у нас вот эти тройки, я выделю, вот эти тройки применяются вот когда. Когда мы берем, например, унитарное преобразование какого-то оператора, ну того же оператора плотности. В этом случае мы слева умножаем на Эрмитова сопряженное унитарное преобразование, а справа просто на Эрмитову возникают вот такие тройки. Так вот, для того, чтобы запрограммировать результат такого преобразования в базисе Паули, нам необходимо знать, а как будут выглядеть вот эти тройки. Так вот, оказывается, что у нас в этом случае... Ай-яй-яй, вот тут ошибочка. Тут, очевидно, буквы... Должны быть К1, К2КН. К1, К2КН, конечно, да. Конечно, вот тут ошибочка у меня. Как-то немножко в связи с праздниками я отключился и не проверил ничего. Расслабился. Расслабился, это да. Значит, К1КН должно быть. Причем знаки вот плюс-минус. И как сосчитать, какой будет знак? Вот следующее предложение нам дает. То есть, когда вот количество соответствующих троек вот на определенных местах удовлетворяющих тому условию, что и не равно К, и ни одно из них не равно нулю, четно. Если количество этих троек четно, то будет знак плюс. В противном случае знак минус. Ну, это программно проверяется легко. Тем самым можно сказать, что вот в группе Пауля и в состоянии более-менее такие вот простые вещи даны. Ну, и самое главное, вот, собственно говоря, до чего я дошел в презентации, это вот такая вещь. Предположим, что мы какой-то оператор выразили в стандартном базисе и в базисе Пауля. Часто приходится пересчитывать один базис в другую. Причем в данном случае совершенно не важно, какой это оператор. Это унитарный оператор, это наблюдаемое, это состояние или что-то еще. То есть, абсолютно не важно. То есть, вообще говоря, вот эти коэффициенты, а это, или вот здесь вот, эй, и жи там, это вообще говоря комплексные числа. Ну, в таком случае мы можем тот же оператор записать в базисе Пауля. И вопрос, который просто не решается. Я перелопатил очень много литературы, и несмотря на то, что количество самых разных программных пакетов, программ, методов и тому подобное, касающихся квантовых вычислений, оно просто огромное, почти необозримо. Но, насколько я не пытался найти, я ответ на этот вопрос вот не вешу. То есть, попросту говоря, нам необходимо выразить коэффициенты базиса Пауля через коэффициенты разложения в стандартном базисе. Ну, при условии, что они известны. Обратная задача решается легко, это понятно, потому что операторы, однокубитные операторы Пауля элементарным образом выражаются через стандартные базисы. И все, надо просто суммировать коэффициенты. А вот прямая задача, когда мы стандартный базис, разложение в стандартном базисе должны будем выражать через базис Пауля, не такая простая. Почему? А потому что каждый из вот таких вот операторов, IJ, он дает на самом деле вклад вот в этой сумме в разные операторы Паули. Причем по довольно-таки непростому алгоритму. Этот алгоритм опубликован в статье 20-го года в Mathematical Modeling в джиометре своим аспирантом Никоновым Василием. И, в общем, он в описании довольно много места занимает, поэтому я его здесь не привожу. Там и псевдокод, и полное описание словесного. Значит, я просто привел три примера. Вот, например, 1-0-0-1. То есть он сразу дает нам какой-то вклад, это в случае двух кубитров, сразу в четыре коэффициента при вот этих вот операторах Паули. Сигма 1-1, сигма 1-2, сигма 2-1 и сигма 2-2. Если мы берем три кубита, то 8, ну и так далее. То есть это будет у нас два в степени. И когда у нас 10 кубитров, то на самом деле, вот, собственно говоря, такой один базисный элемент стандартного базиса дает вклад в 1024 коэффициента в разложении по базису Паули. Ну, собственно говоря, я могу его коротко описать, но боюсь, что на слух это не получится. Да даже если бы я привел, это нужно просто разбираться в этом. Вот я вот такую ссылочку дал. Лучше ссылку на эту статью, на публикацию. Да, это наш журнал, вы его знаете хорошо. Я уже нашел в третьем номере 20-го года. В третьем номере. Там три выпуска у нас в год идет, да, они в третьем номере, да, совершенно верно. Ну, вот, собственно говоря, уже я проговорил 50 минут, поэтому позвольте мне закончить. Большое спасибо за внимание. Будут ли какие-то вопросы? Не обязательно вот конкретно по тому, что я сказал, а более общего характера. Ну, во-первых, спасибо, да, большое, Александр Николаевич. Лично мне было очень интересно послушать. Должен сказать, что всегда до твоего рассказа я встречал разрозненные утверждения вроде «можно так, а можно эдак». И, в общем-то, у каждого есть свои достоинства и недостатки. А в чем и как? Ну, в конкретном случае каждый человек сам может это обнаружить и в этом убедиться. На том все и заканчивалось. Так что систематическое изложение – это очень интересно. Но, с другой стороны, интересно и следующее. У тебя возник этот интерес из педагогических соображений, потому что был ученик, или из научно-исследовательских целей? Нет, исключительно из научно-исследовательских. Исключительно. Я не привил результаты, а задачи, они вот с чем связаны. Во-первых, это задачи, связанные с так называемыми «тензорметвокс». Это такая странная терминология. Ты пару лет назад рассказывал, да. Да, 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 да. Это странная такая терминология. На самом деле, это вот о чем идет речь. Это речь идет о том, как вот эти «тензорметвокс», ну, «тензорные сети» буквально, на самом деле это разложение «тензоров» в композицию сверток какого-то определенного количества вот этих «тензоров». Ну, где эта задача играет роль? Эта задача роль играет, ну, во-первых, в оптимизации квантовых цепей, там, quantum circuits вот этих вот. Потому что на самом деле мы ведь управлять можем пока что, по крайней мере, управлять можем только небольшим количеством кубитов. Значит, на данном этапе совершаем унитарные преобразования над одной группой кубитов, на втором этапе над другой группой, ну и так далее. Фактически, после того, как мы композицию всех этих унитарных преобразований возьмем, у нас будет такой довольно-таки неподъемный «тензор». И вот предположим, что нам необходимо, это просто одна из задач, предположим, что нам необходимо это унитарное преобразование разложить по какому-то, по какой-то вот такой вот цепочке более простых унитарных преобразований. То есть фактически представить его в виде композиции. Вот оказывается, что в базисе Пауля это делать зачастую, очень часто, гораздо проще, чем в стандартном базисе. Меньшей валентности тензорных выражений. Ну, валентность та же самая, там свертки. То есть, но другое дело, что число значимых компонент у каждого из вот этих вот со множителей в композиции, число значимых компонент, оно намного меньше. Ну вот, например, там, я даже не знаю, это тензор, у которого матрица, вот, допустим, если взять тензор и рамка 2, это матрица, или там рамка 4, это матрица, у которого, допустим, две первые строчки местами поменяли, но свап это называют, свеп. Вот, а остальные на месте остались, или цинут. Ну вот, комбинацию вот таких вот, а цинут это когда у нас, ну вот, собственно говоря, вот такого рода, вот в комбинации нужно на матричном языке все это делать. Ну, на матричном языке, когда у нас 10 кубитов, ну, я не знаю, там, это матрица 1000 на 1000, немножко даже само представление. Матрицы хорошо наглядно смеют. Как шутят антузерсты квантовых компьютеров, для этого нужен компьютер, квантовый компьютер. Да, совершенно верно, да. Совершенно верно. Хорошо, спасибо, спасибо. А еще у кого какие вопросы или замечания? Молчание, но оно вполне возможно с тем связано, что рассказ был очень грамотно методически построен, без пропусков и без повторений. Прошу прощения. Вы еще знаете, чем сказать. Да, как? Да, Саверий, слушаем. Да, да, у меня такой вопрос. Я не мог слишком внимательно слушать, но я понял, что рассказ чрезвычайно интересен. А запись можно будет потом посмотреть? Будет ли она доступна? Вы имеете в виду презентацию? Бросишь? А я... Конечно, я Леониду Антоновичу перешлю. Да, вы видите. Перешлю и целый сейчас. Спасибо. Да, я перешлю прямо сейчас. Знаете, может быть, вопросов нет еще и вот почему. Я в самом начале сказал, что на самом деле квантовые вычисления – это такая вещь в себе. У нас в стране этим занимается очень небольшая группа лиц, и причем половина из них все время там сидит. У них. А почему? Потому что практического значения не имеет. В принципе, у нас у всех, у каждого, так или иначе, какие-то практические задачи. Ну, у кого у них? Пока по квантовым вычислениям практически их задач нет. Почему? Потому что... Ну, это плохая новость, я уже сказал. Это вещь в себе. Хорошая новость в том, что все меньше людей, которые сомневаются в том, что в ближайшие годы, ну, там, в ближайшие лет 10, 15, может, 20, может, и мы застанем, если доживем, это все будет вполне такой практической вещью. Я сомневаюсь. Ну, лет 10 назад скептиков было очень много. У каждой второй из математиков он скептически относился. Дмитрий Сергеевич, в чем сомневаетесь? В реализуем. А, в том, что они вообще существуют. Я же не знаю. Это хорошо. Вы знаете. Должны быть люди, придерживающиеся диаметрально противоположных точек зрения. Тогда возникнет исследование. Ну, это тот случай, когда формула... Я уже забыл кого. Гегеля, что ли? Или давно изучал я диалектический материализм, что когда истинная эта практика, я уже забыл. То есть время покажет. Вот можно так сказать. Поживем и увидим. А пока да. Да, поживем и увидим. Совершенно верно. Значит, с вашего разрешения я тогда презентацию отключаю? Да. Спасибо большое, Александр Николаевич. Большое спасибо. И пришлю я это все дело. Пришлю. Вот. И пришлю я... Прямо сейчас. Хорошо, хорошо. Дмитрий Сергеевич, еще раз большое спасибо. Себя тогда прицепите. Это хорошо? Да, я сразу выложу. Все, конечно. Все, конечно, выложу. Единственное, хочу заметить, что это не первый доклад на тему дискуссии о алгебрах Клиффорда. И прослушав этот доклад, я понял смысл введения геометрической алгебры. Там хотя бы простому человеку все понятно. Ясно. Дмитрий Сергеевич недавно сделал несколько докладов по геометрической алгебре. А сейчас он сказал... Это не я. Вы поняли, гады, что это очень полезная штука. Очень. Очень. Я, Дмитрий Сергеевич, с вами очень согласен. А если, как говорится, даст Бог, все будет хорошо и доживем, я могу сделать доклад. Вот у нас как раз, я надеюсь, в скором времени появятся результаты, связанные и с алгебрами Клиффорда. То есть в данном случае эта речь идет скорее о группе Клиффорда, потому что алгебры Клиффорда – это те, с помощью которых спины вводятся, да. А это группа Клиффорда. Но тоже очень интересная вещь. Алгебра – это касательное расслоение на группах Клиффорда. Так что... Ну да, да, да. Да, да, да. Угадал, угадал, Дмитрий Сергеевич. Хорошо, это будет интересно. Если в будущем семестре получится, то мы будем очень рады послушать, Александр Николаевич. Ну, а я всегда рад приглашению. С удовольствием, да. И может быть даже я... Я в Москве часто бываю, поэтому, может быть, даже я смогу приехать, и тогда разговор будет совсем другой. Да, тогда он более живым оказывается, верно? Более живым, и там у вас есть доска, на которой можно что-то писать, если что-то там, так сказать, возникнет. А здесь я не умею это делать. К сожалению, это пробел в моем вот таком компьютерно-пользовательском образовании. Мало образованных человек, да. Мало, мало. Мало. Совсем мало. Ну, не знаю, где найти время, чтобы эту образованность повысить. Не надо, не надо. Лучше доской пользоваться. Пусть молодые люди в этой области образовываются и помогают нам излагать наши мысли. Спасибо Александру, большое спасибо. У них все само получать. Спасибо. Всем большое спасибо за внимание, всех благ, уважаемые коллеги. До свидания. До свидания. Спасибо большое. До свидания. Я выключаюсь. Спасибо. Продолжение следует...